Всем привет, привет, привет! Сегодня я буду рассказывать о своих покупках за месяц декабрь. Но в принципе видео о фаворитах я, наверное, делать не буду. Потому что в этом видео я вам сразу же все расскажу. И про то, что мне понравилось, и про то, что мне не понравилось. И к тому же в декабре у меня было совсем-совсем мало времени на косметику, на покупки. Потому что в основном я занималась учебой. Я думаю, что большинство в декабре занимаются учебой. И, в общем, несмотря на мой ужасный, уставший внешний вид, я все равно решила сделать для вас это видео. Может быть, оно вам будет полезно. Поехали! Итак, наверное, начну с очень удачного продукта, который мне сначала хоть как понравился, а потом немножко разочаровал. Я купила у косметолога вот такую вот сыворотку с витамином С. Она называется ActiveC. Это итальянская сыворотка от фирмы Reginal. Очень дорогая сыворотка, на мой взгляд. Она стоит 1700. В этой сыворотке всего лишь 30 мл. Что она из себя представляет? Это три вот таких вот малюсенькие баночки. Я уже две из них использовала. Открывать эту баночку нужно обязательно стерильными руками. Чистейшими. Значит, тут все опломбировано. То есть, до вас в эту сыворотку точно никто не лазил ручками. Вы сами ее вскрываете. Сами вставляете вот такую пипеточку. И затем каждый раз перед использованием вы скручиваете крышечку с этой пипетки. И таким образом чистейшая сыворотка выливается вам на ваши чистейшие руки и наносится на лицо. То есть, все чисто, стерильно, как и должно быть у профессиональной сыворотки. Что же она делает? Она помогает, продлевая действие пилинга. Я делала пилинг от посттактно, потому что меня сбесили эти пятна. Я уже просто, не знаю, не могла уже на себя смотреть, на свое лицо с этими пятнами. И она продлевает действие пилинга. И еще она сама помогает осветлять лицо. В общем, должна быть очень крутая штука, потому что производитель действительно серьезный. Это производитель, делающий инъекции. В общем-то, насчет эффекта я точно сказать не могу. Вначале использования мне казалось, что сыворотка очень крутая. Действительно, она осветляет лицо. Кстати, я односила только вечером, утром не рискнула, потому что я все равно боюсь с пигментацией. Солнышко у нас время от времени все равно бывает, хоть и зима. В общем-то, то мне эффект нравился, то мне казалось, что никакого эффекта нет. Но я продолжала ей пользоваться каждый вечер, упорно пользовалась. И в итоге, что я заметила? Я заметила, что у меня стали забиваться поры. Я никак не могла верить, что это от этой дорогущей сыворотки. Но я ничего из ухода вообще не меняла. То есть у меня из ухода добавилась новая только вот эта вот сыворотка. Все остальное у меня было старое. До у меня забитых пор не было, а сейчас у меня забитые поры появились вокруг носа. Эти отротительные черные точки. Ну, конечно же, я их повдавливала. Я знаю, что так делать нельзя, но я делаю, потому что с черными точками я ходить вообще не буду. И после этого я на неделю уже перестала пользоваться этой сывороткой. Я заметила, что точки не появляются. Поэтому я сделала вывод, что точки от сыворотки. В общем, меня она очень разочаровала в этом плане. Вот тебе и сыворотка на 1700. В общем, не знаю. Если честно, мне кажется, что как-то дорого, неоправданно. На сайте iHerb существует очень много различных сывороток с витамином С. Вот у меня была такая сыворотка с iHerb с пикногенолом. Я ее показывала в предыдущих видео. Она у меня уже кончилась. То есть примерно тот же эффект чуть-чуть осветляет, но грандиозного какого-то эффекта нет. То есть только эта стоит 1700, а эта стоит рублей 400. Ну, в общем, я больше у этого Реджиньяла ничего покупать не буду. Потому что и крем для лица, дорогущий за 2200 тоже как-то не особо понравился. Вообще, лучше себя очень рада за то, что он Сайхор. Следующее, что мне так себе тоже не очень понравилось, это вот такая вот маска от Ritual. Увлажняющая маска для лица. У меня ее было несколько штук, это осталось последнее. Вообще, стоила она 100 рублей. Мне подруга посоветовала купить маску очищающую от Ritual. Я сказала, что очищающая маска просто мега крутая. Но я уже маленький бунтарь, и я пошла и купила увлажняющую. Ну, увлажняет на самом деле круто. Кожа после нее действительно такая гладкая, увлажненная, все шелушения убраны. Но чем же она мне не понравилась? Мне не понравилась ее консистенция. И маска, она как бы напоминает такой гель с комочками. Если честно, очень неприятно ее носить на лицо. И потом как-то неприятно смывать, неприятно ее носить на лице. В общем, эффект, мне кажется, не стоит того, потому что есть гораздо более приятные средства с не менее выраженным увлажняющим эффектом. В общем, не советую. Наверное, все-таки не советую. Но если вам важен именно самый эффект увлажнения, то, в принципе, можете пробовать. Следующее, что я купила себе в этом месяце, это вот такой вот наборчик от Цубаки. Цубаки. Цубаки, насколько я поняла, это фирма Шесейда. Только для волос. Шампунь и кондиционер. Весь этот наборчик продается только в ритуале. Ну, больше я его нигде не видела. И стоит наборчик 700 рублей. В принципе, я считаю, это нормально, потому что средства очень классные. Во-первых, они обладают таким каким-то дорогим косметическим запахом. Я даже не могу охарактеризовать, но запах действительно дорогой и очень классный. Кроме того, у них потрясающий эффект. То есть, волосы с ними очень гладкие. Но в то же время это не такая какая-то скользкая гладкость с убитым объемом. Это именно такие тяжелые гладкие волосы, напоминающие азиатские волосы. Меня это очень удивило, порадовало и мне, в принципе, понравилось. Еще мне понравилось то, что средства нужно совсем-совсем чуть-чуть. То есть, его мне хватит надолго. Ну, куплю я второй раз или нет, я не знаю, потому что я очень люблю пробовать разные шампуни. И к тому же тут в составах очень много химии, очень много силиконов. А я все-таки в последнее время предпочитаю органик. Так что за ту же сумму я, наверное, все-таки куплю что-нибудь лучше у Евроше. Хотя бы этот полуорганик. Но, в принципе, они меня порадовали. Кстати, я их увидела впервые на канале у Маши Минутки. И мне очень захотелось их попробовать. Но как-то было много других хотелок. И вот сейчас я, наконец-то, не добралась. В общем, я очень рада. Достойное средство. И могла бы я вам их посоветовать. Вот. Чувствуется, что в них какие-то дорогие силиконы. Потому что мои волосы очень плохо реагируют на какие-то дешевые, некачественные силиконы. И они становятся буквально тут же какими-то жирными у корней. Вот так вот. Но, все-таки, я этот шампунь чередую вот с таким вот органик шампунем. Вы не поверите, но этот органик шампунь я купила в фикс прайс всего лишь за 51 рубль. Мне привлекла такая очень необычная упаковка и необычность. Там был шампунь с кефиром и был шампунь с желтком. Мне показалось, что с желтком он веселее. Вот, смотрите, какой желток. Как будто бы вот сболтали желток и им собирать смыться. И на красивой пышной шевелюры. В составе я действительно не обнаружила ни силиконов, ни лауреатсульфата. Это действительно органик шампунь. Даже по его слизистой консистенции такой необычно чувствуется, что это шампунь органик. Но, в отличие от многих других органик шампуней, он не делает ваши волосы похожими на такие висящие сопли. Потому что очень многие органик шампуней как-то, не знаю, то ли не обволакивают волос этими вот силиконистыми веществами, то ли они излишне вымывают жир с волос. Я не знаю, в чем причина, но от многих органик шампуней у меня очень некрасиво висят волосы. Вот, этот шампунь не делает такого эффекта. Волосы после него просто обычные нормальные легкие промытые волосы. Я от шампунь чередую вот с этим вот шампунем, потому что мне кажется, что пользоваться таким чисто силиконистым шампунем каждый день, это все-таки тоже не очень хорошо. Вот так вот. Также у меня в этом месяце был такой небольшой заказик от Avon. Поехали. В общем, ребята, прости, пожалуйста, я уже понимаю, что в 2 часа ночи снимать видео это не очень хорошая идея, потому что я ужасно хочу спать. Даже нет, я не хочу спать. Я просто чувствую себя очень странно, когда ты уже неделю спишь по 2-3 часа, ты потом как-то, ты сам понимаешь, что ты какой-то немножко не такой. Ну, то есть ты продолжаешь свою повседневную деятельность, но ты какой-то странный. Вот. И мне кажется, что вот видно сейчас на видео, вам прям видно, что я какая-то странная. Но поймите, у меня просто очень много учебы в последнее время. Вот так. В общем, в Avon я заказала себе одну маску для волос и 2 крема для тела. Маска для волос «Непревзойденное питание» с маслом ШИМ. Эта маска просто мой фаворит еще прошлой зимы. Я вам говорила в своих прошлых видео, что я обязательно куплю эту прясть еще раз. Эта маска с запахом тепла. Просто невероятно. Как вообще можно было производителю передать запах тепла? Ну-ка, это действительно запах какого-то разогретого солнцем африканского воздуха. Просто я была в Африке, и вы не поверите, что это действительно так и есть. Маска отлично питает волосы. Я использую ее вместе вот с этим вот шампунем, чередуя с Цубаки. Она их отлично разглаживает, она их не грязнит, не жирнит. И стоит всего лишь 250 рублей по каталогу. За 250 рублей я еще не видела подобного средства. Честно говоря, и намного дороже я тоже не видела подобных масок. Потому что у меня была точно такая же хорошая по консистенции и по качеству маска от Эстель, но она сейчас стоит 600 рублей. Так что всем могу посоветовать, особенно у кого слабые волосы, у кого неплохо расчесываются, крутейшая маска, берите сразу же, не пожалеете. Следующее, что я приобрела, это два вот таких вот крема. Ну, мне не нужно было два, но я их приобрела только ради акции, потому что у меня, мой муж очень много машется кремом для тела, конечно же моим. И, конечно же, у меня все крема для тела улетают просто за неделю, наверное, за две. В общем-то, заказала два вот таких вот крема для тела. Это карибские каникулы с жемчужной пудрой. Не знаю, вам видно или нет. Надеюсь, что видно. И спа-ритуал удовольствия с африканским маслом дерева сши и экстрактом белых трюфелей. Вот. Давайте рассмотрим крем-карибские каникулы. У него невероятно приятный, легкий-легкий запах. Консистенция вот такая ультраплотная, кремовая, похожая чем-то на белый гриб. По-моему, мне просто нужно идти ложиться спать. Господи. Я просто чувствую, что я что-то несу не то. Но я это чувствую уже после того, как я что-то сказала. Значит, ну, его правда приятно трогать. Значит, дальше крем такой очень плотный. Это моя любимая, на самом деле, консистенция кремов, когда крем очень плотный, но легко распределяется, и после впитывания не остается никакого жира. Это действительно так и есть. Действительно никакого жира не остается. Просто эффект такой ультра увлажненной кожи. То есть, кожа не жирная, не сухая, а вот такая, какая она должна быть. Я просто обожаю этот эффект от крема. То есть, ну, не излишней жирности, не липкости, просто ничего. Отлично. И что стало для меня просто ультаприятным бонусом, то что крем действительно мерцает на теле. Но это не прям блестки золотые или серебряные. Это действительно какое-то такое, ну, легкое-легкое-легкое преломутровое мерцание. Вот мой муж, он даже его не заметил. Намазался и не заметил. А я замечаю. Я просто обожаю эффект легкого сияния, особенно перед Новым годом. В общем, девочки, крем отличный. Вообще, планета с Пауэйвен мне очень нравится. Я бы могла вам точно всем посоветовать. Тем более, стоит не дорого, но тоже в районе рублей 250. Мне кажется, он стоит того просто абсолютно. И следующий крем это СПА Ритуал Удовольствия. Девочки, как он пахнет? Он просто пахнет шоколадно-кофейным печеньем. Тут про кофе, про шоколад ничего вообще не сказано. Ну, только масло дерева ши сказано. Но он пахнет действительно шоколадом, кофе и печеньем. У него уже такая более легкая консистенция, более воздушная. Сейчас я его нанесу на другую руку. Но на самом деле распределяется он еще легче. Но от него эффект вот тот же самый. То есть кожа увлажненная, без жирности, без липкости, без сухости. То есть все отлично, все шикарно. Но крем, кстати, он какой-то тоже перламутровый, но на теле перламутра вообще абсолютно нет. Что я могу сказать? То, что у него очень яркий запах. То есть если вы любительница запахов какао, кофе, то вам этот крем подойдет. Но если вы не любительница, то вам, может быть, будет тяжело. Я обожаю запахи кофе, какао. И просто не знаю, как я угадала, но... Не знаю, просто наслаждаюсь этим кофейно-шоколадным запахом. Ну и последнее, что я заказала у Эйвен. Это вот такая пенка для ванны, снеговичок. Лимитированная коллекция. Стоит недорого, рублей 70 или 80. Она тоже стоит того. Очень прикольный запах. Корицы какого-то... А, тут клюквы, апельсины. В общем, запах какого-то пляного апельсина. Очень приятный, очень милый дизайн. Я вам очень, девочки, тоже советую купить на подарок такую пенку. Следующее, что я приобрела... Недавно я зашла в Ритуаль. Это было, наверное, самый-самый конец ноября. Помните, это первое число. И там была грандиозная распродажа, 50% и всё. Я не знала про эту распродажу. И, честно говоря, я решила не сходить с ума, а просто посмотреть те средства, которые мне были действительно нужны. Хотя, честно вам признаюсь, мне не нужно было ничего. Но у блогеров я очень часто видела такое средство от Катрис. Это как бы бальзам, такой тинт для губ и щёк. У нас в городе от Катрис я почему-то ничего подобного не нашла. Но зато в Ритуале я обнаружила вот такую вот штучку от Artbeca. Она вот, видите, в такой милой розовой коробочке. Это такой тинт для губ и щёк. Розовенький, очень нежный такой, очень девчачий. Зеркальцем, в красивой баночке. Очень легко распределяется. Вообще не чувствуется ни на губах, ни на щеках. С ним сложно переборщить. Он сейчас у меня, кстати, на губах, ни на щеках. Не сушит. Такой вообще милый, классный. Но в обычном, как бы, дни цена для на косметику Artbeca, мне кажется, иногда завышенная. Такая вот штучка стоила бы рублей 700. Вне распродажи я её купила всего лишь рублей за 300. В общем, мне понравилось. Я покупкой довольна. Буду ей пользоваться. Уже накрасила ей многих подруг, все довольны. Но вот я вот честно признаю, что без скидки я бы, наверное, его не купила. Ну и второе, что я приобрела в ритуале, это вот такой вот консилер от Rimmel. Консилер самый обычный, в самом светлом оттеночке. Я его купила всего лишь за 120 рублей. В то время, как обычная цена его рублей 250. Я его купила на замену своему любимому консилеру, корректору от Стоп Проблем. На самом деле, этот корректор дороже, чем Стоп Проблем. Я бы купить вообще не планировала, потому что Стоп Проблем мне нравится просто на 7 миллион процентов. Он отлично маскирует прыщи. Кроме того, он их подсушивает. Что ещё нужно для хорошего корректора? Но вот как-то купила Rimmel. Он прыщи не подсушивает, но он их просто очень хорошо маскирует. И что ещё мне понравилось, то что если вот этот вот корректор ни в коем случае нельзя наносить на кожу под глаза, он может с вами их присушить, то вот этот вот вы вполне можете наносить на ваши синячки под глазами. Также корректор от Rimmel вы можете наносить тогда, когда ваше лицо блестит. Потому что это ещё и корректор антиблемиш. Действительно, я им пользовалась как корректор антиблемиш. У меня был такой период, когда у меня очень зажирнилось лицо, и просто я его нанесла на всё лицо и аккуратненько растушевала. И у меня на лице просто образовался такой эффект пудры. Мне понравился, буду пользоваться. Последние две вещи, которые я приобрела недавно, это пенка. Я её купила в японском магазине Megumi от фирмы Naive. В общем-то, чем обычная пенка, обычной консистенции для азиатов, такая пенка, которой нужна всего лишь капелька, и она отлично распределяется по всему лицу. Это такая обычная особенность пены к азиатской косметике. Купила я рублей за 500-600, я уже, честно говоря, не помню. А может, ну да, нет, наверное, не больше, чем 500. И что мне ещё мне понравилось? Да, в составе, кстати, очень много натуральных экстрактов. Ещё в составе есть масло ши, она не сушит кожу, она отлично смывает все загрязнения с вашего лица. Но макияж я её смывать не пробовала, потому что макияж я смываю отдельным средством. И ещё её хватает очень-очень-очень надолго. Таких пенок обычно хватает на полгода точно. Я купила эту пенку, потому что мы пользуемся средствами для онлайна вдвоём с мужем, потому что он не хочет покупать себе отдельные какие-то средства, и он очень быстро расходует все мои пенки. Поэтому я решила купить очень экономичную, чтобы нам хватило её надолго. Вот. И последнее, что я купила, это вот такой вот дешёвый-предешёвый крем рублей, за 60-го купила. Называется он детский зимний крем румяные щёчки. Это самый крутой крем на зиму. Вообще, девочки, я живу в ужасном климате, я живу в городе Архангельске, тут у нас постоянные холода зимой, постоянные ветра. И зимой, именно в холодную погоду, от обветривания меня лично, хоть у меня и комбинированная кожа, не спасает ни один крем. То есть, никакой там Лореаль роскошь в питании, никакие там аптечные колд-крема от всяких дорогих фирм, типа АВЕН, Вишри, там что-то ещё у меня было. Меня они просто не спасали никогда. Кожа у меня всё равно начинала шелушиться, и, в общем-то, выглядела ужасно. Меня спасают именно в холода, или именно, если у меня кожа уже обветрилась, только дешёвые детские крема. Обычные наши российские супер-жирные. Либо вот такие вот румяные щечки, я уже покупала, ещё попала морозка, кстати. Либо самый обычный крем, типа Тик-Так, типа Алиса. Также самые дешёвые у меня, я каждый год их покупаю, Вечер, Янтарь, Люкс, в таких вот железных тюбиках от фабрики Свобода. Что-то из этих средств у меня есть каждый год, каждую зиму. Я их наношу перед выходом на улицу, когда я чувствую, что у меня кожа начинает сохнуть и обветриваться. Также я их использую на ночь, когда у меня кожа уже обветрилась. Но вот так вот, без причины и без нужды, каждый день, в качестве основного ухода, я ими не пользуюсь, потому что у меня кожа комбинированная. Я боюсь, что у меня легко забьются поры и выскочат прыщи. Следующее средство, особенно если вы живёте в Архангельске. В общем, девочки, спасибо всем огромное за просмотр этого видео. Спасибо всем большое. Простите меня за то, что я очень сильно туплю, но, да, как я уже сказала, я почти не сплю последнюю неделю, потому что у меня то какие-то мероприятия, уже какие-то празднования Нового года, например, на танцах было, то у меня сами танцы, то в основном у меня какая-то учёба, в основном это у меня подчищение мелких-мелких хвостиков по моей учёбе. В общем, я всё-таки решила для вас снять это видео и поделиться своими покупками декабря, потому что когда же я потом ещё это сделаю, потом уже декабрь закончится, я этого уже не сделаю. Спасибо всем большое за просмотр и всем пока-пока!